Всем здравствуйте, я Ярослав Валеев и сегодня я расскажу вам о том, как сделать самые базовые простые элементы вращения на 180 и 360. Для того, чтобы грамотно, правильно и безопасно катать трюки и выполнять их на воде, в парке, за катером, на лебедке, первое, что нужно сделать, это работать их на батуте. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на воде. Хочу подобрать что-нибудь полезное и нужное, а из подходящего это все как раз доска осталась внизу, так что пойдем выберем что-нибудь внизу. Итак, приступим к изучению первого элемента на вейкборде в нашей вейкбордической трюковой школе на батуте, а также совместно с вейклубом Малибу. Я постараюсь сегодня вам рассказать, как делается первый вейкбордический трюк, это хилстайд 180 через две волны. Трюк достаточно простой, это базовый элемент, с которого начинаются акробатические движения на вейкборде. Старт трюка делается от волны и после того, как вы отрезались, ждете паузу, пока натянется фал. После натяжения фала начинается зарезка к волне. После зарезки самое важное, это подобрать угол подхода к волне, так как вылет и тяга будут совершенно разными. Самое важное, вот в этот момент, руками почувствовать угол подъезда к волне и силу тяги на руках. Далее мы делаем движение, раскрывая плечо, раскрывается плечо, раскрывается таз и доворачивается доска. Самое важное, это повернуть доску на 180 градусов. Не на 90, как многие это делают, и потом доска вылетает из-под спортсменов, а именно на 180. Если мы шли носом в берег, к волне и в берег, то значит мы другой стороной туда должны приземлиться. Первая ошибка – это недовороты. Главное – выбрать батутный центр с умом. В нем должно быть достаточное количество батутов, чтобы не было очередей, когда вы приходите в зал, где один батут, шестером сидите на одном батуте. В общем, позаботьтесь о том, чтобы вы занимались именно тренировками, а не просиживанием штанов на лавочке. Итак, расскажу вам, как делается трюк, прыжок на 360 градусов. Все, также начинаем с подхода. С отрезки от волны и зарезки к волне. Значит, после того, как фал натянулся, и вы находитесь в крайней точке от катера, зарезка начинается плавная и постепенная. Угол подъезда к волне – выбирайте сами, но такой, чтобы не было сильной тяги. Так как этот трюк можно сделать на самой слабой тяге. Соответственно, угол может быть к волне самым острым, и прыгнуть можно вперед. Важно не забыть затащить руку за спину, а поворот головы и раскрытие плеча должно быть синхронно и с приложением силы. Если вы не посмотрите через плечо в сторону движения, в сторону вращения, тогда и трюк может не получиться. Или он будет слишком медленный, что на сильной тяге будет вытягивать фал, и возможности перехватить за спиной практически не будет. Поэтому важно выбрать силу тяги фала, а также угол подъезда к волне. Продолжение следует... Продолжение следует...